Месяц назад Сабыржана Зияова укусила домашняя кошка. Житель села Тимирлан незамедлительно обратился в больницу. Мужчине оказали первую помощь и сделали прививку от бешенства. Несмотря на это, состояние руки стало ухудшаться, и пациенту потребовалось хирургическое лечение. «Наша домашняя кошка не могла выбраться, и я стал ей помогать. Она, наверное, испугалась и укусила меня за палец. Я обратился в местную больницу, и мне оказали помощь. Но потом укус стал гноиться, и началось ухудшение. Потребовалось даже хирургическое вмешательство. Надеюсь, что вскоре всё пройдёт». При попадании в организм человека бешенство поражает головной мозг и центральную нервную систему, что в итоге приводит к смерти. Но предотвратить коварную инфекцию можно вакцинопрофилактикой и соблюдением правил поведения при контакте с дикими и бездомными животными. «Самая особо опасная инфекция считается бешенство. Мы от этого для профилактики вакцинацию делаем. Инкубационный период при бешенстве с двух недель до года. Сейчас в мировом мы вакцинацию делаем по всему миру. Один схема – это 0-й день, 3-й, 7-й, 14-й и 28-й день. Всего лишь пять уколов. Если животное, которое укусило или травму создавало, если известно, тогда делается три укола – 0-й, 3-й и 7-й день. На 11-й день от наблюдения ветеринара, если там всё нормально, клинически там чисто, тогда они дают нам справку. На основании ветеринарной справки мы закрываем этот случай и лечение тоже заканчивается». По словам специалистов, даже безобидная царапина от любимого домашнего питомца может привести к опасным последствиям для здоровья. Необходимо следить за здоровьем прирученных животных и не пренебрегать прививками от бешенства. «Конечно, когда травму получают от животных, сразу должны они обратиться к отделению к нам, экстренной помощи или медпомощной, либо скорой можно позвонить. А если нет возможности, тогда любой мыльным раствором надо сначала рану промыть в течение 20-15 секунд хотя бы. Потом обязательно надо обратиться к врачу». В Шемкенте с начала этого года за медицинской помощи обратились 704 пострадавших с укусами и царапинами от животных. 345 из них – несовершеннолетние. Всем была оказана своевременная медицинская помощь. Случа в бешенство не зарегистрирована. Елена Карпенко, Ирлан Бексейдов, Александр Кропивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.